Я хочу начать с того или сказать о том, что вчера, наверное, вы помните, как Тим Бойт начал свое выступление со слов, что в оккультизме, в теософии четко выражена идея божественного зерна и часто говорят о внутреннем зерне, которое есть семечко, как он выразился. Каждому из нас нужно прикладывать значительные усилия, чтобы эту внутреннюю семечку развивать, развивать зерно. И я хочу продолжить мысль Тима Бойта именно в своем выступлении, которое идет под названием «Ключ, который раскрывает третьи врата». А вот теперь как раз, наверное, будет получаться. Давайте почитаем эпиграф к этой теме. В послании Иакова говорится, «Будьте стойкими, развивайте в себе во всей полноте, без всякого недостатка, постоянства, терпения и стойкость и проявляйте их на деле, чтобы вы были совершенны». И мне кажется, что вот эта идея в послании Иакова проходит как бы серебряной нитью через всю тему нашего года «Взращивание божественного зерна». Хочу начать выступление с маленькой притчи. Однажды женщине приснился сон, что за прилавком магазина стоял Господь Бог. «Господи, это ты?» – воскликнула она с радостью. «Да, это я», – ответил Бог. «А что у тебя можно купить?» – спросила женщина. «У меня можно купить все», – прозвучал ответ. «В таком случае дай мне, пожалуйста, здоровья, счастья, любви, успеха и много-много денег». И задумалась, «А может, попросить еще что-то для души?» Но не успела озвучить, так как Бог, доброжелательно улыбнувшись, уже ушел в подсобное помещение за заказанным товаром. Женщина волновалась, ждала его с нетерпением. Через некоторое время он вернулся с маленькой бумажной коробочкой. «И это все?» – воскликнула удивленная, разочарованная и даже несколько раздраженная женщина. «Да, это все», – ответил Бог спокойно. «Разве ты не знала, что в моем магазине продаются только семена?» И когда я прочитала эту притчу, мне, конечно, стало очень жаль, что женщина не успела попросить дать ей что-то для души. А это мог быть ключ, который открывает третий врата. О нем Елена Петровна Бловацкая пишет в третьей части книги «Золотых правил» – «Семь врат». За этими третьими вратами сокрыты семена терпения и спокойствия. Так необходимые для взращивания в нашем мире, где часто случаются неудачи, конфликты, неприятности, которые приводят к страданиям и разочарованиям. Душа, владеющая этим ключом, помогает человеку формировать свою жизнь таким образом, чтобы она отражала великую истину вселенского братья. Вначале в себе самом, потом в своем узком окружении, а затем и в мире. Но это возможно все же при наличии двух главных парабит – терпения и способности и стойкости. Елена Петровна во второй части своей книги «Золотых правил» два пути призывает. «Да будет уверена твоя поступь, о ищущий, омой свою душу в сущности к шанте, ведь ты приближаешься к названным так вратам, к доверей стойкости и терпения. Будь терпелив, соискатель, как тот, кто не боится неудачи и не жаждет успеха. Устреми взор души своей на звезду, лучом которой ты являешься, на пламенеющую звезду, сияющую в беспросветных глубинах вечного бытия, в беспредельных полях неведомого». Теософия учит, что тот, кто стал на путь духовного развития, не боится неудач. Он четко понимает и знает, что план Логоса всегда будет исполнен, и чья-либо неудача не может этого изменить. Может так случиться, что кому-то не хватило терпения и стойкости, а может быть, просто ответственности за порученное дело, и выполнена только часть предназначенной ему работы. Для Логоса тут разницы нет. Значит, эта часть будет выполнена через кого-то другого. Постоянно случается, что люди упускают свои возможности, но великие планы составляются с учетом любых случайностей. Наши учителя никогда не подают вида, что замечают, когда мы упускаем какую-либо возможность. Но мне кажется, что они знают об этом и всегда дают нам шанс. Главное – обладать терпением, не допустать разочарования, если не все получается сразу. И помнить, что усилия, затраченные на общее благо, должны в будущем каким-то образом произвести пропорциональный результат. История хранит немало таких примеров. И одним может служить жизнь британского политика и филантропа христианина Уильяма Уилдберферса, который 40 лет упорно боролся за отмену рабства в аэропоторговлю в британских колониях, предпринимал долгие попытки провести через парламент Британии закон об отмене рабства. И только за три дня до смерти услышал, что полное упразднение рабства стало, наконец, законом. Он держался до конца. А ведь нетерпение и депрессия могли бы погубить его великое дело. Имей выдержку, терпение, как тот, кто держится до конца. Твои тени живут и исчезают. То же в тебе, что будет вечно жить, это то, что познает. Ведь это знание, а не то, что живет временно. Это тот, кто был, есть и будет, для которого час не пробьет никогда. Эти слова Елены Петровны из книги «Два пути» могут быть отнесены как к Уильяму Илберфорсу, Махакни Ганге, отцу Дамьену, Уильяму Джаджу, многим другим, так и к самому автору этих слов. Потому что вся жизнь нашей соотечественницы, все ее труды свидетельствуют о том, с какой выдержкой, терпением и стойкостью она отвергала все, что обусловлено, относительно и конечно. Сама верила только в бесконечное, безусловное и абсолютное, и учила этому других. Помимо терпения, человеку в любой деятельности нужна стойкость. И ничто не разовет в нем это качество лучше, чем ясное понимание того факта, что мы выстоим через все века, а смерть есть только приходящий инцидент, который не в силах отклонить кого бы то ни было в пути духовного. Стойкость и выдержка необходимы также потому, что никакое великое дело нельзя завершить за короткий срок. Очень показательный урок выдержки можно извлечь из истории теософского общества в первые годы его существования. Двое его великих основателей, Елена Петровна Бловацкая и полковник Генри Олькот не смогли бы добиться постоянного существования общества и обеспечить ему основу для дальнейшего роста, если бы не осознавали того, что их работа составляет часть плана Логоса, простирающегося через вечность. И потому обеспечена на успех. Об этом успехе Елена Петровна писала Дондукову-Корсакову из Индии. За четыре года мы сумели заинтересовать более ста тысяч человек. В настоящее время существует 57 обществ. Письмо номер 4, 1883 год. А спустя 15 лет со дня основания теософского общества в статье «Современный прогресс» в теософии она сообщает. Ситуация в этом вопросе может быть проиллюстрирована статистическими данными. Начнем с 1884 года, когда Лондонское общество психических исследований осуществило рейд против нас. Из официального отчета, пишет она, за этот год оказывается, что 31 декабря 1984 года в разных частях света существовало 104 отделения теософского общества. В 85-м, как ответ на нашу клевету против нас, говорит Елена Петровна, возникло 17 отделений. В 86-м 15, в 87-м 22, в 88-м, в 81-м. Но вот мы даже с вами видим по вот этой отчетности, как стабильно и широко, и в диаграфическом плане развивалось теософское движение. И к 1 сентября 1989 года возникло 17 отделений. Поскольку в 89-м году были добавлены новые группы, то в сумме сейчас имеется 190 отделений. А к июню 1890 года мы насчитываем более 200 отделений. Вот так нам кажется. Можно ли было достичь такого успеха, если бы не присутствовали качества терпения и стойкости? Чтобы именно достичь этого успеха, чтобы объединять людей разных религий в исследовании их истинных основ, чтобы заинтересовать многих и привлечь в теософское общество, сколько нужно было проявить терпения, выдержки, стойкости, такса и умения. Но Елена Петровна никогда эти и другие достижения не приписывала себе. Она знала, что теософское общество – мощная организация, и его сила не только в его членах. Оно возникло намного с более глубокого источника. Учителя мудрости, махатмы, старшие братья человечества – вот настоящие основатели этого движения. Они – то божественное зерно в теософском обществе, которое нам следует терпеливо, настойчиво, лелеять, растить нашим пониманием, уважением и преданностью их делам. Елена Петровна Блавацкая, Гималайские братья. А в книге «Семь врат» Елена Петровна говорит, у каждых врат золотой ключ, открывающий двери. Ключ третий к шанти, крупкое терпение, ничем не возмутимое. И стойкость. Чтобы никогда не терять терпение из-за обид, негодований, нареканий, даже иногда и незаслуженных, чтобы быть стойкими в любых жизненных ситуациях, очень важно приобрести для себя этот ключ, который открывает третий врата, и взращивать расположенные за ним и семена, как свое божественное зерно, прислушиваясь при этом к совету Далай-Ламы XIV, который сказал, вместо того, чтобы сердиться, следует проявить глубокую заботу о тех, кто создал для вас проблемы, и уважение к ним, потому что создал такую трудную ситуацию, они предоставили вам неоценимую возможность практиковать стойкость и терпение. Дорогие братья и сестры, поверьте, я знаю, где находится такой магазин, в котором продаются такие прекрасные семена. Давайте приобретем их, будем согревать теплом своих сердец, будем освещать своим внутренним божественным светом и поливать искренней любовью. Таким образом, мы взрастим чудесный гармоничный сад наших теософских взаимоотношений, которые так необходимы нам, для формирования здесь, на земле, вселенского братства человечества. Благодарю.